Заботьтесь о вашем самочувствии. Программу представляют Медицина Сабья Дриба Арс и Веселый Ибас Центр с Четри. 1 сентября – большое событие в жизни каждой семьи, где растут дети. Это новые обязанности и новые вызовы. И редко мы хотим из нашего отпрыска сделать настоящего гения, посылая в разные кружки и спортивные секции. Но сможет ли он все это выдержать? Как убедиться в том, что ребенок готов к новому учебному году? Ответить на эти вопросы помогут врачи медицинского общества Арс. Начиная новый учебный год, перед этим нам надо убедиться, что ребенок здоров. Во-первых, надо посещать семейного врача или педиатра, который на самом деле назначит анализы, если это понадобится. Будет осмотр ребенка и, конечно, будут какие-то назначения к специалистам, которых больше всего понадобится для ребенка, конкретного ребенка. Начиная новый учебный год, родители будут желать ребенку самое лучшее. Но, конечно, будете думать о том, какие дополнительные занятия после школы ребенок будет посещать. И надо, конечно, оценивать, сможет ли ребенку выдержать физическая нагрузка, какая будет, да, как ребенок сможет после школы успеть все это, да, какая будет психоэмоциональная нагрузка. И нам надо уже заранее подумать о том, как это все будет происходить. Конечно, подросткам я желаю, чтобы все-таки перед такой начинающимся учебного года было посещение кардиолога, да, потому что это самый такой период, когда дети очень резко растет, организм не успевает, да, и может быть какие-то осложнения из-за нагрузки сердце-сосудистой системы. Маленьким деткам, которые начинают свои занятия, да, и как они будут писать, как они будут слышать, не всегда это проблема с ребенком, как самим, да, но они, может, не воспринимают какие-то звуки. Из-за этого не может их правильно написать. Я бы советовала логопеда. Освоиться в новой среде, прижиться в незнакомом коллективе, соблюдать дисциплину – для ребенка все это очень волнительно. Если вовремя не обратить внимание на психоэмоциональное состояние вашего школьника, его переживания могут обернуться серьезными проблемами. В первую очередь, с освоением учебной программы. Так что, если есть какие-то опасения, родителям следует обращаться за советом к специалисту. Если есть нарушение обучения, да, или поведения, или ребенок неусыдчивый, или он не может концентрировать внимание на учебу и делает все возможное остальное, но только не учится, тогда надо идти к психиатру. Обычно в проблеме в первом-втором классе ребенка, когда он начинает школу, а потом в проблеме поведения уже примерно седьмой класс идет опять обострение. Дети не хотят учиться, не идут в школу. Грубые в школе, дома, не слушают ни родителей, не так. И тогда родители обращаются к психиатру, и мы решаем, что делать, как помочь ребенку, чтобы эти нарушения поведения уменьшились. Каждый человек индивидуален, и проблемы у каждого свои. Ребенок не исключение. Для врача важна не только характеристика от школьного учителя, как ученик ведет себя в школе, с какими трудностями сталкивается, но и активное участие обоих родителей. Каждый родитель понимает проблему по-другому. Папа рациональный, да, мама эмоциональный, да. Ребенок обычно не говорит о проблемах. Когда проблема не решается, дети не хотят больше идти в школу. Они не понимают, не справляются, они чувствуют, что они плохие, что не отстают от других. Они уже больше не хотят идти в школу. Они не работают во время урока, и у них плохие оценки и плохая самооценка. И начинается нарушение поведения даже до того, что они не идут в школу. Проблемы с изучением школьной программы у ребенка могут быть и потому, что он плохо видит. Но родители нередко об этом даже не догадываются. Дети обычно не жалуются. Они привыкли к своему зрению и не знают, как четко человек должен видеть вблизи или вдали. Поэтому, начиная учебу, очень важно проверить зрение ребенка у офтальмолога. Нам важно знать остроту зрения ребенка вдали, чтобы он видел, что учитель пишет на доске. А также проверить возможности зрения и восприятия вблизи, как ребенок сможет подготовить домашнее задание, как хорошо сможет видеть свои записи и так далее. Поэтому нам надо проверить все эти функции и убедиться, нет ли у ребенка каких-то нарушений бинокулярной функции зрения. Это тоже может мешать ему воспринимать необходимые знания. Физическая нагрузка и спорт играют важную роль в развитии ребенка. Но прежде чем записывают сына или дочь в спортивную секцию, нужно убедиться, что все в порядке с сердцем, и растущий организм способен выдержать дополнительную физическую нагрузку. Нам важно перед школой убедиться, что сердечно-сосудистая система ребенка развита правильно и функционирует правильно. Во время эхокардиографии мы можем оценивать сердечные структуры, анатомические структуры, как сердце развито, как функционирует каждый сердечный клапан, нет ли повреждений после разных инфекционных заболеваний, как развить сердечные мышцы нормального размера и функции, то есть как сильно сердце делает свою функцию. И также убедиться с помощью ультразвука, что сердечная система развита правильно, что анатомические структуры правильны и функционирует. Опять, чтобы убедиться, что нет таких заболеваний сердечного мышца, утолщения сердечного мышца, что нет анатомических дефектов, которых с обыкновенной трубочкой стетоскопа невозможно прослушивать очень долго. Чтобы быть родителем и семейный доктор, и детский кардиолог уверен, что ребёнок здоров, что можно посещать физкультуру и заниматься разными спортивными активностями. После проверки здоровья, имея на руках заключение врача, что ребёнок абсолютно здоров, всё же стоит записаться на приём к физиотерапевту. Этот специалист расскажет, как правильно оборудовать рабочее место и выбрать школьный портфель. Посоветуют подходящую для возраста и особенностей растущего организма физическую нагрузку. Например, детям до 12 лет рекомендуется 5 раз в неделю по полтора часа заниматься спортом. Но не любым видом, а тем, который даёт симметричную нагрузку на все мышцы. В этом случае проблем с позвоночником не будет. Если же они уже существуют, то физиотерапевт назначит комплекс упражнений для исправления осанки. Если родители заметили, что ребёнок сутулит, выпячивает живот, отводит голову вперёд или у него асимметрия плеч, то необходимо посещать физиотерапевта для более глубокого функционального обследования. И уже тогда, когда физиотерапевт констатировал изменение осанки или, в худшем случае, сколиоз, тогда назначается лечение. Оно выглядит как лечебная гимнастика. Возможно, это будет лечебный массаж. Если это сколиоз, то необходимо более глубокое лечение, более серьёзное и лучший метод – это метод Шротто, который позволяет нам лучше ощущать своё тело, при помощи корригирующего дыхания раскрывать впавшие части и возобновлять движение рёдер. Также у ребёнка учится, какие позы ухудшают состояние позвоночника, какие позы, наоборот, улучшают. Также в целом это специфичный комплекс упражнений, который предназначен для каждого ребёнка индивидуально. Необходимо регулярно посещать физиотерапевта. Физиотерапевт регулярно будет оценивать осанку, даст необходимые советы, какая физическая нагрузка для ребёнка будет важна, что нужно поменять в его среде, чтобы уменьшить риск асимметрии осанки. Также, если асимметрия уже была констатирована, тогда физиотерапевт помогает подобрать нужные упражнения, нужно назначать нужный курс лечения. И тогда, регулярно занимаясь гимнастикой, можно избежать или же появления изменений в осанке ребёнка, или же устранить то, что уже появилось. Здоровье детей в руках их родителей. Главное прислушиваться к своему ребёнку и не ждать, когда проблема станет запущенной. Обратившись вовремя к врачу, пройдя профилактические обследования, можно избежать осложнений. И тогда ребёнок будет ходить в школу с удовольствием и радовать родителей своими успехами. Заботьтесь о вашем самочувствии. Программу представляют Медицина сабьедрива Арс и Веселийбас центры 4.